Всем привет! Вы на канале все о звездах ТВ интересно знать. Представляем вашему вниманию актрису Светлану Антонову. Ее тяжелый развод с известным актером, также знаменитая сестра и кто муж, который старше, красавицы, актрисы. Светлана Антонова, она родилась в Москве, в семье военного и учительницы начальных классов. У Светланы есть старшая сестра Наталья Антонова. Сейчас она одна из самых востребованных сериальных актрис. Папа военный, мама педагог, ожидаемо воспитывали детей строгости. Обе девочки в детстве занимались спортом и Светлана целых 8 лет отдала плаванию. Светлана в детстве планировала пойти по стопам своей мамы и стать учительницей, но все изменила старшая сестра, которая неожиданно для всех после школы поступила в Щукинское училище. Водушевленная примером своей старшей сестры, Светлана также решила стать актрисой, и после школы она тоже поступила в Щукинское училище. Именно Наталья помогла хорошо подготовиться сестре к поступлению. После получения диплома она стала актрисой театра сатиры, на сцене которого она прослужила 10 лет. Еще будучи студенткой, она дебютировала в кино. Все началось с эпизодических ролей, а в 2003 году она получила главную роль в сериале «Вокзал». Но настоящую популярность и известность Светлана получила в 2006 году, после съемок в одном из самых рейтинговых отечественных фильмах, который называется «Охота на пиранью», где она снялась в главной роли сотрудницы спецслужб. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более 60 ролей, в разных проектах, среди которых немало и главных ролей. Еще будучи студенткой, в 20 лет она вышла замуж за своего коллегу, известного сериального актера, которого зовут Олег Долин, сын знаменитой поэтессы Вероники Долиной. В 2004 году у пары родилась дочка, которую назвали Мария. Этот союз считался один из самых дружных, крепких актерских пар. Но, увы, через 11 лет брака Светлана узнала о измене своего мужа. Олег увлекся другой актрисой, своей коллегой Татьяной Цирениной. После более чем 10 лет совместной жизни пара рассталась. Своего второго супруга Светлана встретила на съемочной площадке сериала «Воронины». Им оказался режиссер Сиала Александр Жигалкин. Первоначально Светлана была утверждена на главную роль Веры. Была даже снята пилотная серия с ее участием. Но что-то не сложилось и пошло не так. Зато с Александром Жигалкиным у них завязался бурный роман. Вскоре пара поженилась. Александр сразу же подружился с 5-летней дочкой актрисы. Кстати, Воронина их Светлана все же сыграла. В 2016 году она снималась в сериале роли строгой начальницы Константина. В 2012 году у супружеской пары родилась совместная дочка, которую назвали Таисия. А в 2016 году родился сын, которого назвали Арсений. По признанию Светланы, семья для нее сегодня на первом месте. Предложения о съемках она рассматривает только в пределах города Москвы или Московской области. Без длительных выездов в киноэкспедиции. Так, чтобы не отрываться от своей любимой многочисленной семьи. Но тем не менее, к счастью, ее актерская карьера успешно продолжается. Сейчас в производстве находятся два проекта с ее участием. Все свободное время Светлана отдает любимому мужу и своим трем деткам. Пожелаем этой прекрасной актрисе еще много новых интересных работ. Также достижения всех намеченных вершин. Как в карьере, так и в личной жизни. Пусть у нее все сложится очень даже хорошо и отлично. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что впереди еще много нового, увлекательного и интересного. И к тому же подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всегда оставаться в курсе первыми всех новинок на этом канале. Желаю всем счастья, любви, добра, мира, удачи. Всего вам самого-самого наилучшего. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok